Коммерческий директор компании МИКО и Денис Хабибуллин, генеральный директор ООО информационной технологии коммуникации, расскажет вам два своих интересных доклада. Наверное, затягивать не будем. Начнем. Анна? Всем добрый день. Я очень жду, чтобы мне презентацию включили. Без презентации я, наверное, не смогу. Мы вас видим. А, вот сейчас видим презентацию. Отлично. Ну что, начинаем. Давайте знакомиться. Меня зовут Мужельска Анна. Я коммерческий директор компании МИКО. И сегодня я вам буду рассказывать про то, что же можно получить, если интегрировать систему 1С предприятия со станциями Естар-Юсерия. Сейчас мы как раз ведем переговоры не только по Есерии с помощью Михаила Усова и команды IP-матики, но и новой серии S для интеграции. А расскажу немножко о своей компании, прям буквально 3 минуты. Наша компания 10 лет занимается классическим франчайзингом бизнесом 1С и автоматизирует компании на программах 1С предприятия. Вот 5 лет назад на слайде «Моя команда» мы собрались и сделали тиражное решение, которое сейчас продается через 1С. И, соответственно, это решение позволяет интегрировать телефонную станцию в 1С. Сейчас я буду рассказывать, чем это полезно и чем вообще мы занимались все эти 5 лет. Так выглядит решение. То есть решение позволяет в 1С показывать то, что происходит на вашей станции, соотносить их с учетными данными вашей системы. Это обычные управляемые формы. Ну, кстати, меня же хорошо слышно, да? Я вас очень хорошо вижу. Поднимите, пожалуйста, руки, кто знаком с 1С предприятием. Вот, отлично. Итак, мы получили там несколько сертификатов 1С совместимых, что подтверждает наши компетенции как раз в интеграции 1С и телефонии и как раз станции Юстар серии Ю в частности. Мы продаемся через прайс-лист, и у нас есть табличка в центре разработки, что очень ценится в кругах 1С. Ну, это была такая маленькая подвозочка, а вот сейчас мы очень много ездим и общаемся с разными компаниями, директорами, и они все нам говорят, что у нас в стране кризис. А кризис – это, как говорится, голодные игры, это когда денег на рынке меньше, а требования к нашим компаниям больше. И нам нужно интегрировать все системы между собой для того, чтобы повышать качество работы именно с клиентами, а сейчас клиенты – это самый наш основной ресурс получения денег, да? И, соответственно, снижать поддержки. Ну, чтобы не быть голословными, у меня на слайде, наверное, вам немножко мелко, но видно, что у нас в центре всей нашей организации по CRM-систему фирмы RARUS 1С, к ней подвязаны куча-куча систем, всяких разных, как 1С-ных, так или систем лицензирования, всяких заявок. Ну, а сегодня я как раз буду говорить про интеграцию с телефонными системами. Вот готовилась к презентации, нашла такое исследование компании Comagic, возможно, очень меленько сейчас. Ну, я как раз буду рассказывать про все эти проценты. То есть слайд говорит о том, что мы на каждом этапе, на определенных этапах теряем клиентов. Я буду рассказывать, как нам это возбежать, снизить эти проценты. И вот 80% всех наших продаж все равно происходит по телефону. И в конце слайда говорится о том, что мы теряем все-таки 2 из 3 заказов, которые, возможно, было бы получить и заработать. Итак, первая цифра у нас 26% мы теряем на непринятых звонках. Я попросила наших, соответственно, коллег, товарищей, разработчиков выгрузить нам в нашу учетную систему информацию по всем пропущенным звонкам в нашу компанию. Они сделали вот такой отчет, который на слайде виден. И что этот отчет говорит? Вот на слайде выделена строчка, которая говорит нам о том, что два раза клиент нам пытался позвонить, но никто им не перезвонил. В третьей колонке как раз выводится информация о действии, которое совершено после того, как звонок был пропущен. Соответственно, мы немножко посчитали, сколько нам стоил пропущенный звонок. Звонок нам стоит от 4 до 7 тысяч пропущенный в нашей компании. И тогда мы сделали, вывели также в нашу 1С, в наш журнал звонков, информацию о том, на какую линию нам позвонили, на какой номер. Ну, то есть сейчас это очень модное веяние, колл-трекинг, и мы организовали его в 1С. И когда клиент заходит к нам на сайт, мы подменяем ему номер телефона на сайте соответствующей рекламной компании, по которой он к нам пришел. Тем самым мы можем в нашей 1С посчитать не только, сколько там звонков было с каких компаний, но и оценить как раз эффект рекламы в деньгах, что действительно важно по трекинге, а не просто посчитать звонки, сколько с какого там было каналов. Вот у нас есть такой отчет, и мы теперь видим, с какой рекламы нам больше всего приходит денег в компанию, можем перераспределять бюджет и повышать, соответственно, количество качественных рядов, как это называют, в продаже. Также у нас есть еще один отчет, где видно, как наш менеджер забивает контактную информацию по клиентам. На этом слайде видно, что у нас клиент и менеджер поговорил, и не занес никакой информации. То есть не занес, что это клиент, какое контактное лицо, и этот звонок мы тоже считаем пропущенным, потому что он не попадает, к сожалению, ни в какие отчеты, которые строятся на мощной системе 1С. Он пропущенный никуда не попал, поэтому мы мотивацию сотрудников немножко перестроили, и платим им не только за план продаж, выполнение плана продаж, а, к сожалению, план продаж вам не покажет пущенную выгоду компании, которая произошла как раз на пропущенных звонках. Ну и, соответственно, у них есть мотивация за качество заполнения, контактной информации и всех документов, что тоже очень важно. Так, следующий процент – это медленное обслуживание клиентов. Ну, принято считать, что медленное обслуживание – это обслуживание, когда у вас долго клиент стоит в очереди. На самом деле это не совсем так. Обычно, когда клиент звонит в нашу компанию, менеджер очень долго либо ищет информацию по клиенту, либо долго переадресовывает на сотрудников, которых нет в офисе, и тратит время клиента. Это клиент может несколько раз разным менеджерам рассказывать свои проблемы и боли, и на второй-третий раз, когда его будут переадресовывать, и у этого здесь. Итак, что мы сделали? Это как раз новая форма нашего продукта, внешняя панель. Она нам показывает при звонке, какой клиент позвонил, и как только менеджер снимает трубку, мы видим информацию по данному клиенту. Мы можем записать какие-то данные в форму, которую вы видите на экране. Чем хороша система 1С? Тем, что мы можем для разного вида сотрудников настроить эту форму по-своему. Например, менеджерам продажам нужно видеть только заказы, каким-то руководителям проектам только задания. То есть вы можете настроить документы для каждого вида сотрудников, для того, чтобы они быстрее обслуживали ваших клиентов. Ну и также мы в решении высветили состояние коллег. То есть в момент, когда коллега ваша пошел, наша панель не позволит вам переадресовать, следует за него звонок, и не будет тратить время клиента как раз, и время сотрудника. И вот у меня история из жизни. Я недавно брала ипотеку. Все, наверное, знают, как это происходит. Это 5 разных сайтов банков. Вы оставляете свою заявку, номер телефона, и говорите, что хотите, там, ипотечник или любой другой. И кто-то вам перезванивает, но, к сожалению, вы не успеваете взять трубку, и далее вы набираете в банк, и они вас выкидывают в общую очередь в ВВР, в которую вы будете 50-ми по счету. Очень странно, потому что информация о том, кто вы, ваш телефон может вас идентифицировать однозначно в их базе клиентов, но они этого не делают. А это самая простая форма умной маршрутизации. Это переадресация на ответственного менеджера звонка, указанного в карточке клиента. Это очень помогает вот именно в работе с визитами, но и, соответственно, в юридических компаниях тоже можно применять. Но мы пошли дальше, так как нам всегда все интересно, и мы решили, что форма умной маршрутизации не совсем подходит нашей компании, потому что бизнес строится на нескольких направлениях, и обычно в проектах участвуют несколько сотрудников. И мы решили, что если, например, сегодня я сделаю заказ клиента в нашей базе 1С, а в карточке этого клиента был записан другой менеджер еще год назад, то, скорее всего, сегодня, если клиент будет звонить, он будет звонить мне именно по этому заказу, а не менеджеру, который указан в карточке клиента еще долгое время назад. То есть модуль берет и анализирует документы, которые мы вносим, и в 1С все наши сотрудники, и потом определяет, с какой вероятностью клиент позвонил какому-то менеджеру. То есть и также мы доработали, сделали умную генерацию речи по тексту, то есть если клиент есть в нашей базе 1С и работает с кем-то из сотрудников, то данный модуль смотрит ответственность за документы и проговаривает вместо стандартного IBR меню, то, что вот вы клиент, спасибо, что позвонили, вы работали с сотрудниками, там, Железкая Анна, Алексей Портнов и Добавыч. Ну, у нас клиенты не часто запоминают, как все-таки зовут их менеджера. Так, далее. Некомпетентных сотрудников. Это одна из любимых моих частей. Я надеюсь, что я не очень литературяю, потому что бывает такое. Если нужно помедленнее, я могу помедленнее. Так, некомпетентных из наших сотрудников. Мы выяснили, мы взяли двух новых девушек к нам в отдел, и мы начали отслеживать их звонки. У нас получилась такая ситуация, что несколько партнеров, несколько сотрудников клиентов поговорили между собой, не смогли договориться, дело могло отойти до суда. Мне заняло буквально 5 минут времени, чтобы прослушать записи разговоров прямо из 1С, привязанных к определенным карточкам. Если бы мне пришлось, ну, и разрешить ситуацию, если бы мне пришлось админа искать и просить его дать мне какие-то записи разговоров непонятно какое время на станции, то это заняло бы гораздо больше времени. Да, и как раз вот наши новые девушки обучаются с помощью телевизора, которое у нас встроено в типовое решение. Они слушали разговоры наших коллег, меня и других наших сотрудников с проекта, и уже смогли знать что-то о проекте. Да, теперь они не боятся звонить нашим клиентам, потому что мы можем с помощью функции школы и коллеги им помочь. И просуфлировать, соответственно, разговор в онлайне, о чем клиент, конечно, не догадается. Ну, и, конечно, организовать конференцию. Раньше она была трехсторонняя, но мы ее доработали, и теперь вы можете сколько угодно сотрудников соединить в конференцию. И вот тоже одна из любимых частей, да, вообще презентацию я эту очень люблю. Это 55% мы теряем клиентов, потому что у нас нет технологии продаж и инструментов продаж. Про продажи это вообще обширная тема, но я расскажу сегодня истории, которые произошли с нами. Мы автоматизировали огромную компанию, которая занимается микрозаймами. Чтобы вы понимали, там не сто контактов, там десятки тысяч, сотни контактов, должников, которых обзванивала эта компания и просила вернуть какие-то кредитные деньги. Они обзванивали, значит, всю свою базу огромную вручную, то есть смотрели на монитор и тыкали кнопки на телефоне, что было совершенно неэффективно, они не дозванивались. Тогда мы внедрили наш типовой продукт, и они смогли звонить в один клик из карточек клиента. Но специфика этого бизнеса такова, что только каждый десятый должник снимает трубу, и поэтому никто же не хочет деньги возвращать. Поэтому было принято решение доработать им немножко типовое решение и сделать им модуль автоматического обзвона. То есть как это происходит? Супервизор, как это называют в полцентрах, или руководители заполняют базу клиентов и нажимают начать обзвон. И станция в автоматическом режиме начинает обзванивать должников, и как только какой-то должник снимает трубку, она соединяет его с первым доступным оператором. Для этой компании это оказалось хорошим решением, потому что именно деньги, которые должники возвращаются в прямые активы компании. Ну, еще сейчас быстренько еще один слайд расскажу. Мне кажется, я тайминг нарушила. Также мы встроили готовые скрипты в 1С, то есть скрипты – это некоторые планы разговоров для ваших менеджеров, которые помогают им общаться с клиентом. И мы из этих скриптов можем получать много информации. Например, мы делали самостоятельно с генеральным директором обзвоны по оценке удовлетворенности нашей разработкой. Мы узнали очень много нового, и все это было из одного окна 1С, все интегрировано с телефонией очень быстро. Про техническую часть не буду долго рассказывать. Мы дорабатывали модуль в 1С, делали его, он открытый, исходный код. У меня такой хомячок все время на слайдах, что было страшно на русском программировать. А на самом деле нам очень сильно помогла команда IP-матики, для того, чтобы мы договорились с компанией «Литтар», для того, чтобы это было возможным, вся эта интеграция серии «Литтар». Правильно? Так. И вот мы пишем живую документацию, пытаемся обновлять все очень оперативно, много 1С программ выходит. Ну и сейчас мы, конечно, готовим интеграцию с новыми станциями серии «Литтар». Если у вас есть вопросы, вы можете к ним, по-моему, задать. Он после, да? Сейчас. А, сейчас можете задать. И мы, конечно же, открыто дружить, для того, чтобы помогать вашим клиентам или вам интегрироваться с ДНС. Можете писать, звонить нам. Коллеги, давайте перейдем, может быть, пока не к вопросам, а сразу к докладу Дениса Хвибулина. У нас осталось еще 12,5 минут по тайму. Надеюсь, все успеем. Может быть, и на вопросах даже останется пару минут. Коллеги, у меня более краткая презентация, чем у Анны. Она посвящена интеграции Bittrex 24 и ATS Eolink S-серии. Мы выпустили несколько месяцев назад модуль для Bittrex 24, для облачной версии Bittrex, позволяющий интегрировать ATS напрямую. В чем отличие? То есть, какие вообще варианты есть интеграции облачного 24-го Bittrex и ATS? Первый – это встроенный Bittrex 24 модуль. У них есть готовая интеграция, но она позволяет интегрироваться с разными ATS, но имеет свои ограничения. Например, исходящие вызовы придется тарифицировать два раза. То есть, вы за исходящие будете платить как своему провайдеру, так и Bittrex 24. Поэтому мы совместно с IP-матикой разработали модуль, который непосредственно встраивается в Bittrex 24, сторонний модуль, и обращается напрямую к ATS, минуя вот это вот ATS Bittrex. То есть, у вас идет тарификация не двойная, а вы платите только провайдеру. Ну и один раз придется заплатить за использование вот этого разработанного на месте Bittrex модуля. Другой вариант интеграции – это для коробочной версии. Коробочная версия отличается от облачной. Там можно править весь код и немножечко отличаются сами приложения. Соответственно, в этой версии приложения, которые сейчас разрабатываются нами, вы сможете править логику, редактировать сам код и получать больше функционала. Например, там при входящем звонке либо заявке с сайта вы сможете делать, например, автоматический дозвон существующим менеджерам. То есть, там больше опций планируется по настройке. Подробнее немножечко про наш модуль, собственно, как его найти, плюсы и минусы. Плюсы – это то, что мы можем добавлять различные настройки по сравнению со стандартным модулем. Например, мы добавили возможность сохранять записи разговоров определенное количество времени. Что это дает? Для заказчиков, у которых немного дискового пространства в облаке, им это полезно. Они, например, ставят опцию «Хранить три дня» и за эти три дня они могут эти записи либо скачать, либо как-то обработать. Тем, кому это не критично, которые на дорогих тарифах облачного Bittrex. Соответственно, они могут поставить «Хранить бесконечно». Плюс этого модуля – то, что нет двойной тарификации, как я уже сказал. Из минусов могу сказать, что Bittrex немножечко закрывает доступ к своему API. То есть, не все функции он дает сторонним разработчикам, таким, как мы. Соответственно, отображение входящих звонков производится с помощью нажатия дополнительного клика на значок уведомлений. Чуть позже будет картинка, как это выглядит. То есть, есть свои плюсы и минусы, разумеется, у каждого решения. На этом слайде вы видите, как найти, собственно, модуль, разработанный нами. В приложениях выбираете IP-телефонии на второй страничке «Еастар» «Интеграция с АТС Еастар». Устанавливается этот модуль. У вас появляются три закладочки. Одна закладка – это по настройке непосредственно АТС. Вот здесь вот отображена цена модуля и возможность подключения на пробный период. То есть, сначала вы можете использовать его в течение одного месяца, потестировать, задать вопросы техподдержки, если что-то не так с вашей точки зрения, либо если у вас какие-то дополнения по функционалу, будем рады этого услышать. По настройке. Важный момент. У вас АТС должна быть доступна снаружи. То есть, необходимо пробросить определенные порты наружу, чтобы мы могли подключаться к АТС. То есть, инициировать входящий звонок и инициировать исходящий звонок. То есть, это очень простые настройки, они прописаны. Администратор, знающий самые простые настройки, он сможет сделать. То есть, прописывается пользователь, прописывается номер порта и IP-адрес АТС. Здесь указываются дополнительные настройки модуля. Вот, собственно, здесь пароль указывается. И чуть ниже также информация для системного администратора, как это все настроено. То есть, предельно простая настройка. Хочу отметить, что взаимодействие АТС и Bittrex производится через наш дополнительный сервер. Поэтому мы берем деньги за этот модуль. И получается, что мы подключаемся к АТС и Астар. С помощью веб-эндерфейса забираем оттуда запись разговора и выкладываем в Bittrex. При входящем звонке происходит обратная ситуация. Bittrex инициирует звонок через нас. Вот здесь показано, как выглядит запись звонка непосредственно в самой CRM-системе. У вас цепляется звоночек к сущности, то есть к контакту, к лиду, к сделке. То есть, звонок прицеплен непосредственно к тому действию, которое вы осуществляли с заказчиком. Всю эту историю звонков можно посмотреть в одном окне и увидеть, послушать записи разговора. Здесь, соответственно, указано, кто звонил и кому. Исходящие звонки. Чтобы сделать звонок, нужно нажать кнопочку непосредственно на номер телефона. У вас идет дозвон на IP-телефонию. Менеджер берет трубочку, либо это IP-телефон, либо это гарнитура на компьютере. То есть, по-разному можно настроить IP-телефонию. Соответственно, после этого идет звонок непосредственно заказчику. Прямой интеграции в веб-интерфейсе, то есть, как можно, например, в встроенном модуле BITX24 есть возможность непосредственно веб-интерфейс звонить. То есть, нет вот этого необходимости поднимать трубку. Но минус этого решения, то что сложнее интегрировать с IP-телефоном. То есть, с железным решением. И, соответственно, и так, и так работает. Здесь указан звонок, входящий звонок, как отображается, когда позвонил заказчик. И в базе CRM есть уже его номер телефона. Вы, соответственно, можете посмотреть, какие именно лиды, либо сделки, либо контакты у него уже присутствуют. И зайти именно в ту сущность, которая вам необходима. Например, лид – это потенциальный заказ. Уже человек звонил ранее кому-то, он может туда зайти, посмотреть всю историю. Если не было звонка ранее, то есть кнопочка «Создать лид». То есть, мы создаем лид по новому номеру телефона, и менеджеру уже нет необходимости искать какую-то информацию в CRM непосредственно. То есть, сама CRM ему подсказывает. Но хочу отметить, что это облачная версия. У нее меньше возможности по настройке. Соответственно, в коробочной версии мы сможем сделать, например, возможность автоматически создавать лиды по пропущенным звонкам. То есть, звонок никто не взял, вы увидели лид, и потом сможете их отсортировать. Здесь отображается на следующем слайде возможности, встроенные в облако интеграции BitX24. Как именно ее настроить? Есть кнопочка «Телефония», далее «Баланс» «СИП-коннектор», и мы, соответственно, проваливаемся в настройке этой «Телефонии». Здесь важный момент. Ваша IP-ATS становится просто как… Она пробрасывает некие СИП-транки и идет просто через несколько вот этих ваших линий. То есть, вы настраиваете свои телефоны не на свое АТС, а на АТС BitX24. Это небольшой нюанс, но нужно просто техническим специалистам это вникнуть, чтобы настроить по-другому. Здесь в настройке указаны АТС, IP-адрес, СИП-логин, пароль. Это то, что должен настроить всем администратор. То есть, настройки предельно простые. Ну и чуть подробнее по плюсам-минусам. Плюс то, что у них отображается окошко входящего звонка сразу. Не нужно нажимать дополнительную кнопочку, как в нашем модуле. Вот черный экранчик – это как раз этот окошко входящего звонка. Минусы также есть у этого решения. То, что мы, например, не со всеми АТС, а АТС либо провайдерами работает встроенный в BitX24 модуль. Например, для провайдера Beeline они рекомендуют использовать либо Asterisk, либо какие-то еще АТС. Соответственно, один из вариантов, почему использовать именно решения аппаратные Eostar. Ну и по сравнению с другими решениями, конечно, интересная стоимость у АТС Eostar и надежность по сравнению с бесплатными решениями типа Asterisk. То есть, это однозначный плюс в пользу выбора именно АТС Eostar. По функционалу встроенной телефонии немножечко. Здесь также есть возможность сохранить звонок. Из минусов оплата двойная калификация. И вот то, что не со всеми провайдерами работали. Ну и немножечко про наши планы. В данный момент мы разрабатываем коробочное приложение для коробочной версии BitX24. В ней мы сможем уже больше доделать возможностей. Там планируются различные галочки и опции, с помощью которых вы сможете задавать парочку кликов в логику работы. Например, нажали кнопку, у вас автоматом создаются лиды. Нажали кнопку, у вас, например, входящие заявки сайта автоматически создаются. И идет автоматом звонок на менеджера. И дальше мы планируем делать интеграцию с другими облачными АТС. Это на очереди AMA CRM. И также необходимо настроить работу данного модуля с новой версией S серии АТС. Кратенько рассказал про возможности данного модуля. BitX24 в целом это хорошее решение для малого-среднего бизнеса. Бюджетное решение для... Ну, если облако вы используете, очень хорошее решение. С небольшими затратами можно все это внедрить. Обращайтесь, если есть у вас какие-то предложения о доработке данных модулей, функционала, с удовольствием рассмотрим и ввезем исправление, улучшение. Коллеги, спасибо за внимание. Может быть, есть у вас вопросы к Ане, либо ко мне. Да, друзья, у нас официально по таймингу осталось 35 секунд. Можно опять пообщаться? Можно, да. Если нужны будут контакты Анны или Дениса, что-то не успел, можете писать. Я готов отдать. Подмите мою визитку, напишите письмо, задайте вопрос, получите презентацию и контакты Анны и Я. Добавить... Да, добавить конструкцию Дениса, на самом деле, можно еще, что преимущество Ястар плюс еще и в том, что существуют различные интерфейсы для связи. То есть не только обычные, например, в АИП-канал, но и GSM, аналоговые. Так что пользуйтесь нашими АТС-ками. По сравнению с Астериском, там это очень сложно делается. То есть когда мы познакомились с IP-матиком, мы сейчас своим клиентам только это решение предлагаем. То есть по цене получается то же самое. По обслуживанию Астериск намного сложнее. То есть стоимость администратора там просто заоблачная по сравнению со знаниями, которые необходимо покликать в веб-интерфейсе Ястар. То есть мы сейчас рекомендуем однозначно железное решение. Кстати, две новые станции S-серии мы привезли сюда. Можно здесь посмотреть. Мы их оставляем компанией Максофт для тестирования. Соответственно, обращайтесь. С-серия появилась, ну, как, полмесяца как или месяц как, в общем. Полужар, это первые удары новинок-новинок от Ястара. Там пока еще нет этой интеграции, но можно посмотреть самые последние модели вживую. Кстати, коллеги, у Леонида есть раздачные материалы, в том числе, например, от Анны из компании Мико. Так что берите все, что нужно, вся информация есть. И в электронном виде, и в бумажном. С пустыми руками от нас не уйдет. Все, тогда Москва, спасибо. Вам большое спасибо. Спасибо, Кензин. Спасибо.